Встреча с избирателями должна была пройти в 140-м микрорайоне, в здании новой амбулатории. Странно, но на разговор с главнокоммунистом и сенатором от Иркутской области почему-то никто не пришел. Разбавило тоску неожиданное появление Батадалая Багдаева. В ожидании первых лиц партии известный общественник пообщался с народом. Он коммунист, он за народ. Он же за народ, за вас. За вас, за вас. Все за нас, они. Только когда коснись, их нет. Затем, наконец, появился Вячеслав Мархаев со своим однопартийцем Баиром Циреновым. Не успели они выйти из здания, как тут же разгорелся конфликт. Почему спишь? Мы приехали в полдевятого, ты спишь в машине, чтобы бегать людей собирать? Ты, наверное, застегнись, да? Застегнусь. Вячеслав Михайлович, а где люди-то? Продолжайте вот здесь мутить. Не ты, а вы. Но, но. И, значит, да. С вами не друзья. Да. Ходи водку вместе. Достаточно. Вячеслав Михайлович. Вячеслав Михайлович, я вас приглашаю на дебаты. Вы же не придете. Вы же трус. Вы же на дебаты не придете. Вы будете прятать за спиной этого мальчика. По Ира Циренова. Вы же трус. Вы никогда не ходите на дебаты. Вы его сейчас оскорбляете. Каким образом? Трусом назвали. Я в лицо говорю. Я констатирую факт. А вы себя ведете. Пусть придет на дебаты. Вячеслав Михайлович, придете на телевизионный бак. Мы с вами поговорим. Причите, орете. Истерики. Что вы делаете с этим. А что делать? Он только играет. Потому что он не слышит. Он горлый. Он слушает, но не слышит. В итоге неуслышанными оказались все участники конфликта. Вячеслав Мархаев вызов на дуэль не принял. И по словам Богдаева, это уже 15-й его отказ. Чингис Ачиров, Федор Моденов, телекомпания АТВ.